Стартовал зимний призыв в армию обороны Арцаха. Призывники проходят необходимое медобследование. Воинские части, куда новобранцы будут отправлены для прохождения службы, определяются путем жеребьевки. За прозрачностью процесса следят члены призывной комиссии. Весь ход жеребьевки записывается на видео. Должностные лица, ответственные за процесс, заверяют, что есть все предпосылки для проведения первого послевоенного призыва в армию на высоком уровне. Призывники из Армении будут служить только в воинских частях, дислоцированных в пределах республики. В Арцах за прошедшие сутки вернулось 57 человек. Несмотря на препятствия, который чинят азербайджанские военные посты, 8 февраля монастырский комплекс Дадиванг в Арцахе в сопровождении российских миротворцев посетили 28 армянских паломников. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Нагорно-Карабахского конфликта от 8 февраля. Въезд иностранных граждан на территорию Арцаха теперь разрешен только после получения въездной визы. Необходимо заранее подать заявление для получения разрешений на въезд в Арцах. После одобрения заявок иностранные граждане, подавшие заявление, получают визы в постоянном представительстве республики Арцах в Ереване, после чего могут прибыть в Арцах. За прошедшие дни в республику Арцах по указанной процедуре въехали представители нескольких иностранных СМИ и международных организаций. Напоминаем, что данная процедура распространяется только на граждан иностранных государств, включая Азербайджан. Фонд Аврора выделил 470 тысяч долларов на гуманитарную миссию в Арцахе. Совет безопасности Арцаха в ходе своего заседания обсудил вопросы, относящиеся к послевоенной ситуации, от обеспечения безопасности республики до проблем районов. В ходе заседания с докладами выступили секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, министр территориального управления и инфраструктур Хайк Ханумян и министр градостроительства Арам Саркисян. Отмечается, что на основе докладов Совбез проведет дополнительные обсуждения и обратится с предложениями к органам исполнительной и законодательной власти. Отныне Совет безопасности Арцаха будет чаще проводить заседания, а при наличии срочных вопросов по мере необходимости. Трехсторонняя группа провела очередное заседание экспертного совета. Заседание прошло в удаленном режиме, участвовали представители от Армении, России и Азербайджана. Обсуждалось состояние железнодорожных путей, а также возможностей автомобильного сообщения в зоне вокруг Арцаха. Родители азербайджанских военнослужащих организовали акцию протеста перед зданием Министерства обороны Азербайджана, требуя трупы своих пропавших без вести сыновей, сообщает Азат СОС. По словам одного из родителей, они не получали информации от сына 5 месяцев. Он числится в списке пропавших без вести, но сослуживцы заявили, что он мертв. Один из собравшихся сказал, что он здесь из-за своего сына, который является подполковником, и он тоже пропал без вести. Мать другого пропавшего без вести военнослужащего просит помощи у Армении. Мне нужна помощь армян. Пожалуйста, я искала сына, чтобы найти его. Никто из Министерства обороны Азербайджана не выходил к нам навстречу. Наш единственный выход – обратиться за помощью к врагу. Армянские аппараты ИВЛ проходят клинические испытания. Аппараты производятся по моделям НАСА. Одна из армянских компаний прошла отбор из 330 компаний и попала в число 28, которые получили право на их производство. Российская-Азербайджанская продовольственная война продолжается. На сей раз азербайджанская сторона заявила о выявлении 45 фактов поставок из России зерна и картофеля, не соответствующих требованиям Азербайджана в 2020 году. Напоминаем, что ранее Россия запретила импорт помидоров и яблок из Азербайджана, а Баку запретил ввоз морепродуктов и мяса птицы из России. Вот что сообщает ливийский журналист Алайдин Салех для издания Modern Diplomacy. Турция и вооруженные группировки, которые взяла под свое крыло Анкара, проводят последовательную политику террора в отношении курдского населения в районах Северной Сирии, захваченных во время турецкой интервенции. На оккупированных территориях широко распространены этнические чистки, убийства и похищения курдских предпринимателей и землевладельцев с целью последующего перераспределения их собственности среди поддерживаемых Турцией группировок. По данным правозащитников за трехлетний период турецкой оккупации Африна 644 мирных жителя были убиты, более 7300 похищены и 300 тысяч насильственно перемещены. Кроме того, турецкие компании вырубили более 314 тысяч оливковых деревьев и разграбили более 70 археологических объектов. Инициативная группа армян из США активно работает над созданием фонда Rebuild Armenia. Цели и задачи фонда. 20 тысяч бизнесменов из диаспоры будут ежемесячно вносить по 1000 долларов, то есть 20 миллионов долларов в месяц или 240 миллионов долларов в год. Единственная цель фонда – произвести революцию в вооруженных силах Армении, включая прямые инвестиции в исследования и разработки, развитие военно-промышленного комплекса Армении, приобретение современного вооружения и техники, переподготовка и повышение квалификации военнослужащих и т.д. То есть все средства будут направлены на развитие армии. Одним из инициаторов создания фонда является юрист Роберт Орусян, который в дни войны направил 500 тысяч долларов во всеармянский фонд «Хайастан». Он и его единомышленники являются также организаторами различных протестов, которые проходят в Соединенных Штатах Америки. Заместитель председателя партии «Народный фронт» Бенагадинского района Баку Елчин Абдулаев заявляет, что власти говорили, что «после Второй Карабахской войны мы увидим другой Азербайджан». Их слова полностью исполнились. Цены на бензин, воду, лекарства, продукты и, можно сказать, на все возросли многократно. Абдулаев также сообщил, что на выплату внешнего долга из государственного бюджета на 2021 год выделено 21,6%, больше, чем в прошлом году. И весь долг ложится на плечи народа Азербайджана. Негодует политик. Палата представителей парламента Нидерландов одобрила резолюцию с осуждением геноцида армян. Парламентское большинство парламента Нидерландов одобрило соответствующую резолюцию, представленную партией «Христианский союз». Сопредседатель группы дружбы Армении-Нидерланды Джоэл Фордевинд в своем выступлении в парламенте заявил, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в прошлом году оказал Азербайджану поддержку в войне против армян в Нагорном Карабахе. НЛ Таймс сообщает, что парламентское большинство поддерживает резолюцию, считая, что признание геноцида армян предотвратит новые преступления против человечества. Вопросом возвращения армянских военнопленных занимаются Путин, Лавров и Шойгу. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин. «Я не преувеличиваю, когда говорю, что это действительно один из приоритетных вопросов, которым занимаются лично наш президент, наш министр иностранных дел, министр обороны. Конечно, возможно, решение этого вопроса не идет так быстро, как хотелось бы. Но поверьте, делается максимальное. Я уверен, что этот вопрос будет решен», отметил посол. Продолжение следует...